хоба привет еще раз с вами доктор влад и я сегодня записываю же третий ролик второго вы не видели потому что собаки просились гулять вот второй ролик секретный посмотрите сами а сейчас ответы на вопросы телезрителей вот сейчас открываю комментарии первые да давно уже так не пьют как вы рассказываете можете даже статистику посмотреть ага статистика статистику мне смотреть российскую она давно себя скомпрометировала сходить куда как и чем себя занять все это есть но этот роль я его убираю или челкнутый какая разница так тут у него еще много но я продаж читать не хочу я этот комментарий hide this users comments так опа убрали этого юзера больше не будет так что вы подразумеваете под библией старый новый завет или вы не различаете не различаю библия и старый и новый завет но я в основном новый читаю хотя евреи по моему только старым пользуются но мне новый интереснее в старом как-то как-то сложно там сначала людей то нету так микрофончик подальше пожалуйста да я учел там пшикала немножко самое главное похудение это баланс гормонов особенно кортизола гормона стресса если знаете что-то про это поведайте нам так мужчина спрашивает ребят ну не лезьте вы в дебри гормоны еще там калорий вот считать вот вот этот это все чухня я не очень так люблю такое выражение но тем не менее вот в большинстве случаев оно подходит меньше жрать больше двигаться все а дальше уже каждый для себя сам решает как ему ночью не самый спросонок не наедаться щами запивая шоколадом до сыр его такие бывают вот так что насчет гормонов лучше не суйтесь потому что это все-таки для врачей это нужно знать медицину хорошо и потом сегодня говорят одно завтра говорят другое да а вот это вот старое правило больше двигаться меньше кушать она идет хорошо так вы как вечный двигатель спасибо заходите в гости нет уж лучше вы к нам так я вот подумала сходи смогли бы вы править стороной ходить на беговой дорожке неплохо неплохо слитно пишется том а управлять такой большой страной очень тяжело легко все со стороны да это популярное выражение я сначала хотел сразу ответить потом решил ответить роликом да действительно управлять такой стороной тяжело но во-первых кухарки страной управлять не могут и человек который кроме школы кгб ничего не закончен с купленной диссертации с воровским прошлым конечно страной управлять не может это первое да собственно ей никто не управляет все отдано на откуп местным князькам вы посмотрите вот любом городе до правитель города мэр это же князь то что он скажет так и будет особенно в сибири там вообще соваться нечего кроме того должен быть нормальный суд должен быть нормальный сенат как это сделано в америке вот трампу тоже очень тяжело управлять большой страной и он откровенно не тянет на посту президента но за него издумающие люди которые его поправляют которые ему просто запрещают что-то делать понимаете в россии ничего этого нет вот питерский подворотник дорвался да до власти случайно думали что он будет управляемый вот сунули его там березовский которого больше нет и абрамович который где-то там далеко на своих крейсерах яхтах плавает вот а здесь в америке совершенно все не так ну а в россии я говорю управления никакого нет ну что вот эту вертикаль называть управлением да господи ну в общем вот вот как то так понимаете кроме того я не рвусь как сирийский президент с образованием стоматолога управляет страной пускай небольшой но очень сложный так и я тоже с медицинским образованием зачем мне управлять страной меня этому не учили понимаете мне это не нужно я говорю вот трамп очень характерный пример перед ним был обама вот у него университетское образование серьезный дядечка да а трамп балабон балагур как он пробрался но потом конечно будут исследовать все это дело историки будут управленцы на это смотреть чтобы больше не допустить вот таких вот балаболов к власти понимаете потому что америку сейчас трясет конечно вот но ничего потрясется а кстати трамп уже собирается на новый срок эти уже там новый лозунг выдвинул первое было первый лозунг был по моему сделать америку великой а второе кажется оставить америку великой ну то есть смысл такой что он великой америку уже сделал да ну балабон чё ладно у нас стране есть тренд это следующее сталина будет вот что путин скажет обществу хотите сталина получайте и пойдет цензура доносы то не будет он так говорить и так уже все если цены цензуры есть и доносы есть и недовольных закрывают ну чё там говорить он тут что-то много пишет еще редмор читать больше а нет роль сталина но он и так уже но сталин сталин по крайней мере управленец я не люблю сталина его терпеть не могу но я на его портрет хоть могу смотреть понимаете вот а на путинке портрет я смотреть не могу это что-то ужасное так зимой снег в городах желто-коричневый но это я уже ответил юрий за собаками никто не убирает и все это копится годами я сейчас вот запомнил это я все запоминаю ребята ваши все комментарии я вот прошел сейчас собаками специально там с некую где остался вдоль дорог до белый снег ну вот как то так еще что то есть такое интересненькое а ну вот еще русские когда-то были счастливы и добры я уже ответил но еще отвечу возможно из-за чужой лиги которую огнем мечом внедрили в народ за предательство своих славянских богов вот такими буквами да ребят причин то можно найти всегда да и огнем мечом и то все а что не было я вчера подумал в средние века охота на ведьм было как казнили там этих ведьм и все такое прочее но люди через это прошли понимаете вот а россия все вот на одном месте топчется 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 не надо придумывать причин вот вы сейчас живете вот в наше время понимаете вот смотрите вокруг сейчас есть интернет смотрите как люди живут как мне тут один парень рассказывал я открыл гугл карты вот так чтобы можно было посмотреть картинками и просто смотрел вот американские города деревни ну как я был потрясен буквально ну вот как то так я же есть google есть мой канал я вообще для чего здесь сижу но не сижу хожу да я рассказываю ну спрашивайте вы же видите что я не вру ну наверное можно проверить как-то да я во всяком случае говорю искренне вот то что вижу что ощущаю как как мне вообще вот здесь в америке живется ну и спрашивайте а я постараюсь ответить всего хорошего доктор влад с вами пока